Вот расскажи, почему сыроедение? Почему ты считаешь, что сыроедение вот тебя очищает и спасает от чего? От токсинов? Просто ты открываешь в себе неисчерпаемый источник энергии. Сила в мясе и в белке, там аминокислоты. Там вообще никакой силы. Я могу сказать только, что думает психология обо всём этом, что ты говоришь. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну а сегодня хочу предложить вашему вниманию моё новое стихотворение. Но вначале, как всегда, небольшая аналитика по этому поводу. Ну и сначала предыстория этого вообще стихотворения, написания. Случайно я, листая тематические по своей теме, по здоровому образу жизни, сыроедению, веганству, так сказать, те лекции, которые YouTube предлагает справа, когда смотришь что-то созвучное, увидел некую такую, там что-то типа батл, там какой-то психоаналитика и вегана, что-то такое. Ну мне интересно стало, я посмотрел. Ну и что ж, я хочу сказать, в очередной раз убедился вообще, что такое психоанализ, а вернее, что такое психоаналитики, психотерапевты там и прочие психологи, товарищи. Ну и мне это показалось любопытно. Я посмотрел с этой молодой дамочкой, зовут её вот, я сейчас скажу, Елена Романова. На её примере я сейчас всё буду рассказывать и даже покажу вам её здесь сейчас. Ну, дело в том, что она просто представитель вот этого такого яркого направления, как она себя называет, психоаналитический психотерапевт. Вот она так себя, специальность свою назвала. Ну и, естественно, тоже вот с претензией на, так сказать, повелевание душами людей, знание истины в последней инстанции. То есть, как и всегда, мания величия у психотерапевтов, так сказать, знание души человека, это, так сказать, есть колоссальное. И сейчас маленький такой план. Вот у меня два листика. На одном мой стих, небольшой, 28 строчек. Кстати, в первых восьми из них всего, в восьми строчках, я полностью объяснил, что такое вообще психоаналитики. Вот сейчас я вам расскажу в конце. Послушайте. А пока на втором я выписал следующие некие тезисы, что она говорит. Ну, а дальше маленькую с ней переписку у неё на канале Ютуба. Значит, что меня сподвигло, по сути. А то, что я увидел такое видео у неё на канале, которое называется «Врачи-садисты, кто идёт в эту профессию и психология». Дело в том, что, ну, вы знаете, кто смотрит мои видео, мой канал, что я часто ругаю врачей, но, правда, ругаю по делу, и не хирургов, не травматологов. Я ругаю тех врачей-воснотерапевтов, которые мало что понимают биологию, биохимию, цитологию и других науках, и не понимают, как устроен, функционирует человек, который назначают, как там, по шаблону определённые препараты, таблетки, которые даже не хотят разобраться, что есть у человека, как он устроен. Ну, и в связи с этим проблемы людей не решаются. Хирургия – это крайняя форма врачевания и устранения, ну, того, без чего, так сказать, тех проблем, с которыми человек просто погибнет, тут уж надо спасать. И я очень уважительно отношусь к хирургам, конечно, опять-таки, не ко всем, а к таким людям, как вот Фёдор Григорьевич Углов. Кстати, под видео я, кто не знает, ссылочки все дам под этим. Но вот я и написал этой даме кое-что. Сейчас я вам об этом расскажу. А общее моё мнение вообще о психоаналитиках и психоанализе, ну и, конечно, о дедушке Фрейде. То есть вот любят они всё через одно место, так сказать, видеть весь мир, все поступки людей, так сказать, всё-таки они знают и умеют, и судят обо всём, ничем во многом на самом деле не понимая. Ну, об этом по порядку. Итак, что она пишет в этом ролике? Меня вообще она записывает на многие темы, разбирает разных людей, особенно вот в молодёжных, она такая самая молодая, и она разбирает в разных... Из дома два каких-то героев берёт. Ну, в общем, всякую вот эту ерунду. Ну, и тем не менее, когда я увидел про то, что врачи-садисты, мне стало интересно, потому что я-то знаю врачей, так сказать... Понимаете, когда-то в русском народе и во многих народах мира врач ассоциировалась, вот русский врач, я хочу подчеркнуть, с такими самыми высокими понятиями идеала, добра, совести, добродетели, самопожертвования, вот с самыми высокими эталонами. Вот как русские солдаты, русский врач. Вот было такое во многих народах, так сказать. И вот мне стало как-то интересно, и даже видя, ну, что под названием, как она судит о врачах, о хирургах тем более, мне стало это интересно. Я прочёл. О чём же она говорит в двух словах? Я вам, кстати, дам эту ссылочку под видео, но скажу тем, кому лень. Она говорит, что садизм, вообще все врачи-садисты, она говорит. Садизм это, так сказать, в плане врачей, это невнимательность и неправильно поставленный диагноз безразличия. И тут она права, можно так назвать, было бы. Но если бы она не сказала, что все врачи-садисты. Есть и другие врачи, она говорит, у каждого есть свой внутренний конфликт, у каждого человека есть свой внутренний конфликт, и он выражается в их профессии, людей. То есть они вот идут в профессию определённую, любой человек выбирает, и он вот в этом, то есть ищут так глубоко, выражает свой вот этот вот конфликт внутренний между сознательным и бессознательным. Значит, в профессии врача люди идут туда только садисты, она говорит, и сублимирует свой садизм в то, чтобы лечить. То есть часть людей уходит как бы в маньяки, убийцы, насильники, а часть в врачебные специальности. Почему некоторые врачи бывают так садистичны? Почему они мучают этих несчастных пациентов, они помогают? Что я подразумеваю под садизмом? Это невнимательность, неправильный диагноз, неграмотность. Дело всё в том, что абсолютно у каждого человека есть внутренний конфликт, и он его сублимирует с помощью профессий, хобби. То есть свои импульсы и желания он направляет либо деструктивно, либо недеструктивно. А профессия врача это интересная штука. Точнее, кто идёт в эту профессию? Это люди очень большой, скажем так, кладовкой садистических вещей в своей голове. Бессознательно. Это садисты. Она говорит, что психика не у каждого способна выдержать то, что делает врач, особенно хирург, патологоанатом, туда же нормальные люди, она говорит, не идёт. Но сам садизм в данном случае у врачей не деструктивный, ну, в отличие как от маньяков. А есть те, кто мучает людей в лесу, она говорит, вот маньяки те самые. А основа у них одна и та же. Так, всё равно первая основа – это вот тот самый садизм, который заложен у этих людей. Неосознанно начинают мучить этих людей, врачей. То есть залечивают до смерти, залечить до смерти, такое выражение, вот оттуда всё идёт. Хорошо, что, говорит, есть кто лечит, конечно, но нечем удивляться, что работники больниц мучители. И туда люди могут пойти, пациенты, то есть люди, с такой особой психикой, которая называется мазохизм. То есть люди идут к мазохистам, к тем садистам, врачам. Садизм при этом, она говорит, это активная, хорошая часть психики. О, как оригинально пути мыслительные заводят психологов. А вы выбираете мучителей, не случайно задумаетесь, мол, к людям она обращается. Да, интересно, как они справляются с своими страхами, садизмом. Врачи – это садисты, на самом деле. Там столько садизма, просто огромное количество. Они его сублимировали в то, чтобы лечить. Понимаете, человек, который режет, что-то делает, патологоанатомы, трупы вскрывают. Понимаете, что психика не у каждого человека вообще способна выдержать всё, что делает врач. Это садизм, но здесь он не деструктивный. Чтобы вы понимали, люди с садистическими наклонностями, ну вот, например, в норме врачи, они в норме. Это маньяки. Расчленяют людей в лесу. Вот так, видите, как психика может распорядиться. Что-то крас и в разные стороны. А врач – это здорово. Так почему кто-то мучает, а кто-то лечит? Садизм и у того, и у того приблизительно одинаковый. Все дело в том, что те, кто мучители, они и есть эти маньяки. У них эта сублимация нарушена. То есть они там не режут никого, грубо говоря, в этом лесу. А садизм-то они всё равно не переработали. Поэтому они неосознанно начинают мучить этих людей. Не зря же существует вот эта фраза «залечили до смерти». Это вот плюс-минус где-то рядом. Садизм очень сильный. Здорово, что есть врачи, которые смогли это решить. И у них всё это в хорошую сторону перевешивает, что они хотят излечить. Поэтому нечего удивляться, что там в больницах работают мучители. Туда и не могут пойти другие люди с другой психики. Не могут. Врачом не может стать любой человек. Это невозможно. Я думаю, что на факультетах, где учат врачей, там просто безудержное веселье. Потому что, представляете, они приходят в морг, на труп смотрят. И что? Бояться нельзя. Нужно делать там с ним что-то смотреть. Тут только либо ржать, либо в омрак падать. Вот таким образом расслабляется человек и отрешается от, так сказать, вот этого ужаса. Вот. И так далее. Ну что ж. А я после этого думаю. Ну хорошо. А вот, например, такие врачи, как Фёдор Григорьевич Углов, который с раннего детства, родившийся, кстати, там за тысячи километров от Иркутска, в одной деревне, на острове, видя, как простые люди, ну, те, кто вот односельчане, умирают от каких-нибудь простых заболеваний, или там от аппендицита, или понимаешь, что спасти можно. А старшие говорят люди, что его можно было бы спасти, но у нас больниц нет. А это ещё было в далёких 1910-х годах, а он родился в 1904 году. Он говорит, и я вот всю жизнь перед собой я поставил в жизни задачу. Спасать, помогать людям, спасать людей. И он к этой цели шёл. Шёл не по головам людей. Шёл не открывая ногой дверь, а планомерно, улучшая себя, совершенствуя в работе. Как мало кто стал бы это делать вообще в любой профессии. Вот вы послушайте, дорогие друзья, и посмотрите, чтобы просто представлять, что такое настоящий доктор, настоящий врач. Вот те видео, которые я скину под этим видео, с которого к вам сейчас обращаюсь, это каждый человек, чтобы лучше стать, должен посмотреть. Потому что вот это эталон вообще человека, эталон личности и духовной, высоко развитой и так далее. Простой русский, как говорится, человек, вышедший с самых низов, вышедший с села, с земли. Земля русская прождала многих великих людей, как Ломоносов, углов в частности. И вот он пришёл к этой великой цели. Он стал одним из выдающихся врачей современности, основоположником многих направлений в медицине. Больше 10 тысяч людей лично прооперировал. Каждому подходил как матери к отцу. Он говорит, чтобы вот, не дай бог, не сделать непоправимое. Многие врачи ему говорят, да ты что, Федор Груш, как сердце выдержит, если ты каждому будешь, мол, вот так вникать, проникаться, изучать, это же невозможно. Он говорит, а я по-другому не могу и считаю, что это неправильно. Потому что я должен всё для человека сделать, а для этого я должен как родного полюбить. Вот ведь какие люди будут. И это Пигалица, малолетка, психотерапевт, что-то позволяет себе судить, ничего в жизни не понимая, начитавшись. Всякая хинея от больных на голову придурков типа Фрейда и прочих. И возомнила, что она знает тут мир. Кстати, у неё в одном из видео сзади на полке стояли книги Достоевского. И вот я, знаете, что бы я и сказал в одном из личных таких вот, если была бы встреча, я бы сказал, мадам, вот вы, так сказать, такой психолог, судите о людях, думаете в этом, понимаете, разбирая. А вот скажите мне, пожалуйста, вот Достоевский, вот вы его, наверное, читали? Она бы сказала, ну, конечно, читала, понятно. Вот он психологом был? Нет, по профессии. Ни психотерапевтом, ни психологом, ни психоаналитиком. А скажите, как вы думаете, я бы сказал, вот вы лично, только честно, да, без всяких там, лучше Достоевского разбираетесь, как вы считаете, в людях, в душах, вот в психологии наука о душе, то есть о переживаниях, о сострадах, о всём то, что творится внутри человека, о его раздумье, так сказать, противоречие, ну, всё, что связано с душой. Вы лучше? Ну, только придурок бы сказал, что лучше, наверное, то есть такого человека, который так видел насквозь душу и такие описывал, так сказать, вот эти вот внутренний мир человека, переживания, страдания, возвышения над собой, там, ну, и падения, и всё, что никто лучше не знает. И вот мне интересно. То есть, значит, что? Не важно, наверное, кто человек по профессии, по образованию, важно, что из себя человек представляет, как он умеет мыслить, думать, выражать свои мысли, как он может переживать, а главное – думать, мыслить. Но об этом мы чуть дальше вернёмся, потому что в переписке как раз про это у нас идёт. Ну, вот давайте посмотрим дальше. И что в итоге? Ну, а в итоге я написал ей такое письмо, зачитываю. Я после этого видео, прямо под этим видео, я пишу. Врачи не могут быть маньяками, у всех хирургов желание резать и т.д. То есть, врачи не могут быть не маньяками, ну, по её мнению, у всех хирургов по вашему желанию резать? Нет, это не так. У большинства, может быть, да, но не у всех. Вы же несколько раз явно и ясно выразились, что у всех врачей. У нынешней молодёжи, выросшей на кино, где человеческая жизнь, не ценность вовсе, да, может быть. Посмотрите о великом человеке-хирурге, я и ссылку даю в Углове, это вам для опыта и аналитики будет важно. Углов всегда говорил, я не понимаю иных хирургов, которые стремятся оперировать без того, чтобы до операции сделать всё, чтобы не нужно было делать операцию пациенту. Операция – это крайняя мера. Она же говорит, что какая-то преодолимая тяга к операциям, что-то отрезать, потому что основа садист, ближайшие люди эти садисты. Где совершенно, вот Углов говорил противоположно, и сам не понимая многих таких врачей. Вот, я даю другую ссылку и говорю, здесь со второй минуты Углов поясняет свою мотивацию стать врачом, и что он в своих учителях, о своих учителях-врачах говорил, Углов сам, о настоящих тех самых, с которых он взял вот этот дух, вот эту мораль, нравственность, этику и так далее. Прошу посмотреть эти два видео, я пишу ей, и написать, что изменилось у вас понимание этого вопроса, потому что у любого человека, кем бы он ни был по профессии, если это не придурок, не конченный идиот, после этого просмотра, естественно, человек скажет, если он действительно так полагал, скажет, как же я заблуждался, какие есть люди, на кого действительно пример, да даже представить в современном мире нельзя, что когда-то люди были таковыми. Вот, и вот это нормальная позиция нормального человека. Она даже не посмотрела, она пишет, Да, врач начинается с очень сильных садистических импульсов, которые преобразуют либо в профессии, либо действительно становятся маньяком, как я и сказал в видео. Мнение не мое личное, а коллегиальное. Да какая разница, какой коллеги... Думайте, самой надо своей башкой. Хоть тысячи ученых, выдающихся, будут говорить бред, это не значит, что самой надо соглашаться только основываясь на их авторитете. Если бы вы были в теме психоанализа, она мне пишет, и проходили личный анализ, имели в этой сфере образование, то мы могли бы с вами поспорить, а так, я думаю, это очень глупо. Спасибо за проявленный интерес к моему каналу. Интерес, собственно, нет, интерес был другой. Я давно хотел поговорить о психологах, всяких там психоаналитик, а тут такой случай. И вот, я думаю, ну вот надо сделать, значит, некий такой видео и потом стих. Значит, смотрите, что она сказала. То есть, типа, я не имею, получается, никакого права, смысла не имею, как минимум, говорить о том, о чем, типа, не понимаю. Это вообще коллегиальное мнение, то есть истина. Если бы я был в теме психоанализа, проходил бы личный анализ и образование имел. А Достоевский имел образование? Или он, как сказать, был глупее и не умел выразить душу? В психологии, то есть, соответственно, о чем наука, о душе человека, выразить все вот эти, вот так сказать, проявления души человека, он мог хуже это сделать, чем, например, вот эта вот некая Елена Романова или и ей подобные. Но это же бред. Конечно, сравнить нельзя. И поэтому, да и не только поэтому, а в силу просто общей логики, человек может любой судить о любом предмете, если он не будет как идиот говорить то, что не может пояснить, а если он говорит и судит о чем-то, он должен аргументировать. Поэтому в споре рождается истина, говорят, а спор не в том плане, что кто кого переорет или кто скажет сам дурак, а кто аргументированно докажет свои мысли, докажет свою правоту и, соответственно, неправоту оппонента. Но поэтому любой человек, кто имеет мозги, кто умеет мыслить, думать, может говорить и спорить, и объяснить свою правоту. Ну, я, собственно, своим стихом-то и объяснил, как мне кажется. А вы, дорогие друзья, вот потом пишите отзывы. Ну, давайте дальше. И я ей написал такое. Умение, далее я ей пишу, анализировать не зависит от образования вовсе, от способностей и разума. Жаль, что вы не хотите посмотреть то, что я предложил. Я в теме психоанализа, а я и психологию, философию и прочей науки проходил. Нужно без убежденности и веры анализировать. Врач начинается с желания помогать людям, я ей пишу. То есть настоящий врач. Настоящий врач, доктор вернее. И все же посмотрите ссылки, возможно, вы поймете. Вы не знали, не видели настоящих врачей, судя по вашей убежденности. Пример жизни Углова говорит о ином. И мой вам совет, как молодому специалисту, не будьте так в чем-то уверены. Ставьте под сомнение свои убеждения. Думайте спустя годы о том, в чем были убеждены ранее, без блоков и прежних оценок. Это мой совет, я ей дал такой. И она пишет в конце, вы, может, и в теме психоанализа, то есть, ну, тут она вроде как-то, ладно, типа, хорошо. Только какой в этом смысл, если не проходили личный анализ? Я вообще в шоке. А я, типа, дебил, я сам не могу проанализировать свои поступки, мысли, деяния, заблуждения в прошлом, предположим. Типа, этот человек не может сам без помощи какого-то извне специалиста якобы в этом разобраться? Это что за бред? Ну, это что за бред? Я поражаюсь. Как можно, она пишет, рассуждать о других, не зная себя? Я в шоке. Это я себя не знаю. Вы, товарищи, вот кто сейчас меня смотрит, вы дураки, вы себя не знаете. Вы вообще рассуждать ни о чем не можете. Вы что? Вам не обойтись без психоаналитика? Да. Я, кстати, могу гордиться тем, что на экзамене одном в институте доказал, отстояв свое видение и свою убежденность в том, что психология вообще высосана из пальца наука. Кому? Преподавателю, который принимал экзамены. Она нашла в себе мужество мне поставить 4, естественно, 5 она мне не могла бы ни при каких обстоятельствах, хотя я спорил и объяснял. И вот на таких примерах из жизни тех людей, которые никакого психоанализа в плане научного, вот этого, так сказать, анализа не занимались, но были просто людьми неглупыми и не хуже любых профессиональных врачей, скажем, или психиатров, психотерапевтов, знали и разбирались в человеке. И умели и себя анализировать, и других, и поступки, и мотивы, и так далее. Так что и педагогика, дорогие друзья, это тоже глупость, а не наука. Потому что это я говорю как тоже одна из образований, я в педагогический университет еще заканчивал, биологию, географический факультет, тем не менее у меня были все предметы педагогические, или Конин Давидов-Пиажей, всех мы проходили. Я вам скажу, почитайте Макаренко, который не был педагогом, и замолчите навсегда на эту тему. Ну, если кто-то действительно думает в том, что-то о том, и верит, что педагогика это вот так. Есть дар у человека, есть талант, особенно с детьми общей, или его нету. Ты не научишь, ты можешь отшлифовать какие-то моменты. Да, приемами, методами, конечно. Но так же, как певец, ты не научишь никакой Анны Герман, так сказать, из тебя не получится. Если у тебя нет от природы этого дара, таланта, никогда не получится петь как Градский. Как бы ты ни занимался, где бы ты ни был, и с какими преподавателями голос не ставил. На ухо медведь если наступил, а если там потанцевал, так еще хуже. То ты не научишься, и это то же самое. И не надо тут самомнений, верований и так сказать так далее. Ну что ж, а теперь давайте об этих всех психологах. Причем, я, знаете, а бывают такие толстые, с многими подбородками, сидят важные, так и слушают типа пациентов. Ну, конечно, там же неплохой заработок. А заодно можно потренировать себя в ораторском мастерстве, в риторике. Чтобы тебя еще в дальнейшем пациента лучше слушали и другие, какой ты умный, важный, какие ты светлые мысли можешь донести. Как ты можешь разобраться в другом человеке лучше, чем он сам себе может разобраться и показать ему свою высокую значимость. А заодно всему миру показать высокую значимость этих уникальных специалистов, которые, конечно, заняты в производственной сфере. Хотя, конечно, нифига они не производят, и это не производящий труд вообще. Как говорится, лишние люди, по сути. Лучше бы занимались делом каким-то. Ну, заодно можно этим. Я вообще считаю, что быть поэтом, писателем и так далее. Даже, я уж не говорю про психологов, да, я высокую планку взял. Хорошими писателями, хорошими поэтами. Нужно еще и делом каким-то заниматься. Конкретным делом. То есть я совершенно, конечно, не о себе. Я не люблю личные примеры. Хотя я тут как-то посчитал, сколько я одновременно, ну, в течение... Ну, не когда-то занимался, а потом, а вот параллельно, чем я занимаюсь, если на профессии переложить. Я выделил 16 категорий, 17, вернее, профессий, которыми я сейчас занимаюсь. Сам. Не считая под направлением. Может быть, когда-нибудь здесь будет интересно, я об этом расскажу. Просто, ну, объективные вещи. Так что человек... Вот я пишу стихи, например, там, да? Причем, мне кажется, неплохие. Не только где складно, ладно, но и суть, глубина вот этих язвительных уколов, вот эти подмечивания, так сказать, тенденций. Все вроде бы есть. Ну, вам судить, пожалуйста, так сказать. Правда, есть и те, кто любит ахаять, агадить, потому что либо завидуют, либо злоба на что-то берет, либо ненавидят. Есть такие люди. Но для разумных людей, так сказать, это не подход. Разумный человек должен быть беспристрастен и объективен, и быть честным. Перед собой, в первую очередь, честным. Ну, а значит, честно выражать свое внутреннее ощущение людям. И никогда не двуличничать, не врать и так далее. Ну, а теперь давайте стих непосредственным. Итак, психоаналитики. Психоанализ, осмысление людских деяний и мышлений, всех гениев, что проникают вглубь любых явлений, как мыслит человек, что одевает, ест и как живет, не обойтись никак без помощи того, кто за тебя себя поймет. Не суждено понять сие простому человеку, А посему ходи к нему отныне и до веку. Он объяснит тебе, что без его спасительных и гениальных фраз наделаешь ошибок в жизни, ты испортишь ты ее себе на раз. Что только он способен разобраться в твоих мыслях. Ты это допускаешь? Ведь ты, дружок, в психоанализе совсем, вообще, ну ничего не понимаешь. Как хорошо сидеть в уютном кресле, вдумчиво глядеть и пациентов получать. А заодно в риторике своей расти и неплохие деньги получать. И как без этих гениев прожили наши с вами предки? Ведь как-то обошлись и без психологов, и без какой-либо таблетки. Да просто были люди от природы здравы и от земли мудры. Передавали в поколениях в роду свои знания и труды. И понимали суть и смысл жизни и свое предназначение. Повиновались року. Всяк знал свой путь и что такое проведение. Да, нынче все не так. И все же не найти ни бизнесмена, ни политика, кому бы в жизни помогла и пригодилась чья-то психоаналитика. Разумный, мыслящий, сам разберется, и себя, и мир вокруг поймет. А идиота ни свое, ни чье-то слово не исправит, не проймет. И нету в том ни казуистики, никаких тут нет сомнений. Всегда зри в корень сам, Вникай всегда ты в суть любых явлений. Совет я дам. Он из глубин веков. В гармонии, в ладу, живи с собой и с миром. И не нужны тебе они, Заплывшие одни надменностью, другие жиром. Взрасти честь с молоду, Создай семью, ведь это должно и несложно. Живи по совести, с великой целью, И занимайся делом, остальное ложно. Вот, дорогие друзья, такое стихотворение получилось. А я думаю, что я отразил суть вот этого явления и процесса, Вот этих, так сказать, работ, если можно так сказать, Вот этих всех психоаналитиков, Чем на самом деле они занимаются, Что это такое вообще для разумного человека, Есть ли в этом вообще смысл какой-то. И давайте, ну как сказать, Не будем равнодушными ни к чему. Глупости человеческой, К подлости, хитрости, обману. Давайте к самообману своему собственному Тоже не будем относиться равнодушно И поощрять себя, чтобы успокоить в том, Ну, в чем, поощрив, нам будет легче жить. Нет, это неправильно, нечестно. Человек всегда должен быть в борьбе. В борьбе с пороками. В борьбе со своими, в первую очередь. С пошлостью, с глупостью, с ленью. Всегда, иначе человек будет мертв. А без борьбы не будет никакой ни жизни, ни развития. Вот, ну, это так, в завершении. А вообще, тема наша сегодня была психоанализ. И, наконец-то, я сделал то, что давно хотел, Поговорил о психоаналитиках. И сочинил их быстро, достаточно буквально там за час, наверное. И вот прочел вам вот это вот стихотворение. Ну, а может быть, когда-то, Потому что у меня задумок много и заготовок на разные темы, Я когда-то из, да, может быть, собраю на сочинение стихов, Но когда буду их не только на темы какие-то высмеивающие, Карикатурные, истерические писать, Но и о природе, о жизни, о чем-то, так сказать, другом. Но видите, тут уже, в отличие от первых моих стихов, Таких сатирического, исключительно плана, Не только сатира, но и глубокое жизненное, так сказать, Вот осмысление и понимание предназначения сути жизни человека. Как мне кажется, а вам оценивайте. Всего вам самого лучшего. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал в YouTube. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok